Нам не дано знать, что ждет нас за следующим жизненным поворотом. Иногда судьба преподносит сюрпризы как со знаком минус, так и плюс. Порой горе врывается и не щадит человека. И кажется, что уже ничто не сможет тронуть сердце радостью, но нити судьбы сплетают новый узор и счастье в нем уже становится неизбежным. Так произошло со всенародно любимой актрисой Раисой Ивановной Рязановой. Раиса Ивановна родилась 31 октября 1944 года, в Петропавловске, Казахской ССР. Ее отец Иван Улыбашев был родом из Мичуринска, Тамбовской область, работал военным НППП, водителем, и оказался в Казахстане в командировке. Ему очень понравилась красивая и задорная Мелания, мама будущей актрисы, и между ними вспыхнул роман. Лишь после того, как родилась Раиса, женщина узнала, что у любимого есть семья, жена и шесть детей. Она порвала с ним отношения, но какое-то время отец приезжал к дочери, а затем НППП пропал. Мама Раиса не обманывала дочь, не придумывала, что он летчик и капитан дальнего плавания, рассказала, как есть и никогда не отзывалась плохо об ее отце, оправдывала его. Из Казахстана Раиса с мамой уехали в Подмосковное Раменское, здесь и прошло ее детство. После школы девушка поступила в НППП, Рязанское педагогическое НППП, музыкальное училище по классу баяна, и после его окончания год преподавала музыку детям. В Рязани Раиса стала часто посещать областной театр, ее манила сцена, ей даже снилось, что она играет Джульетту. Раиса решила попытать счастье и поехала в Москву поступать в театральный. И была принята в ГИТИС. После получения диплома в 1969 году, в театр она не попала и решила продолжить кинокарьеру. Будучи студенткой она снялась в фильмах НППП, Гуля Королева, где играла главную героиню Дени вся жизнь. В этом фильме у нее также была главная роль. В 1972 году она сыграла еще одну главную роль в фильме «Сказки», «Золотые рога», а затем ей стали доставаться лишь второстепенные роли. И даже фильм «Москва слезам не верит», получивший Оскара, кинокарьеру Раисы никак не изменил. Раиса Ивановна воплотила на экране множество ярких, запоминающихся ролей, ее фильмография составляет 101 работу, особенно ей удавались простые русские женщины. Когда в 90-х работы практически не было, она сдала свою квартиру, а сама занялась частным извозом, благо она прекрасно водила машину с 1980 года в новом веке. В 2005 году актрису пригласил в свой театр Олег Табаков. Так через 35 лет осуществилась ее мечта, она стала выходить на театральную сцену. Личная жизнь Раисы Ивановны была не слишком счастливая. На два курса ГИТИСа, она познакомилась с будущим мужем, Юрием Пировым, вскоре они сыграли свадьбу. А через год у них родился сын Данила. Но семейная жизнь не сложилась, Раиса влюбилась в режиссера, у которого снималась и обо всем рассказала мужу. После развода отношения с режиссером продлились пять лет. Главным мужчиной в жизни актрисы всегда был сын, который пошел по ее стопам. Он начал снимать в кино с детства, а затем Антон Пепп, в 1992 году окончил школу-студию МХАТ. Данила женился на девушке, не имеющей отношения к искусству, у них родился сын Андрей, который тоже продолжил династию и стал актером. Личная и творческая жизнь Данила была успешной, он был востребованным актером в театре и кино, но в 51 год жизни его оборвал оторвавшийся тромб. Для Раисы Ивановны жизнь рухнула в одночасье. Казалось, что уже ничто не может тронуть счастьем сердца актрисы. Однако, жизнь преподнесла ей сюрприз. Программа Антон Пепп, секрет на миллион, разыскала сестер и брата Раисы Ивановны по отцу и пригласила всех на передачу. Предполагаемая сестра Татьяна Улыбашева рассказывала о своей семье, о том, как маленькую Раю отец привез однажды домой в Мичуринск. Ее нянчили всей семьей, а их мама купала ее в корыте. Этого Раиса Ивановна не помнила. Семья не предполагала, что знаменитая актриса их сестра. Татьяна была уверена, что у сестры фамилия отца, и как только появился в ее семье компьютер стала искать Улыбашеву Раису Ивановну. Тест ДНК подтвердил, что женщины на 99,9% сестры по отцу, они сразу бросились в объятия друг друга. Раиса Ивановна была невероятно счастлива, что у нее нашлись единокровные сестры и брат Александр. «Мне подарили новую жизнь. Надо прожить еще 76 лет, чтобы это все воспринять, это другое состояние. Сценарий надо писать, потому что так не бывает», – сказала Раиса Ивановна, не скрывая чувств и эмоций. «Невероятно радостно за Раису Ивановну. Теперь у нее есть большая семья». «Невероятно радостно за Раису Ивановне».